Однажды в августе 2005 года Алекс, владелец фермерского ресторана, отправился ловить кроликов для бизнеса. Однако, во время прогулки по лесу с ним случилось нечто неожиданное, в траве показалась голова волчонка. Алекс увидел, что волчонок не очень большой и осмелился подойти ближе. Он обнаружил, что у волчонка по всему телу были следы укусов других животных. Раны сильно кровоточили, и если бы ему не оказали медицинскую помощь, волчонок мог вскоре умереть. Итак, мужчина медленно взял его на руки и вышел из леса. Вернувшись домой, Алекс взял кусок тряпки, растылил ее на полу и положил на нее волчонка. Затем он пошел в комнату и достал аптечку. Он достал марлю и осторожно вытер раны волчонка, а его отец помог ему все продезинфицировать и перевязать раны. Алекс отрезал свежее мясо и положил возле волчонка, и через некоторое время щенок медленно все съел. Под заботливым присмотром Алекса травмы волчонка постепенно восстановились, и он сильно подрос. Каждый раз, когда Алекс кормил его, он всегда тесно прижимался к мужчине, как будто он был его родственником. Алекс часто брал его с собой в горы и обучал охотничьим навыкам, чтобы тот оставался диким. Однажды утром, три месяца спустя, Алекс покормил волчонка и повел его в лес, чтобы отпустить. К удивлению, волчонок отказался уходить, так что первое освобождение провалилось. Во второй раз он повел его в самую глубь леса. Добравшись, волчонок пошел впереди Алекса. Мужчина мысленно попрощался с ним, затем повернулся и тихо ушел, беспокоясь, что волчонок последует за ним по пятам. Алекс вышел из леса так быстро, как только мог, но, когда он вернулся домой, открывшееся перед ним зрелище потрясло его. Волчонок вернулся домой раньше него. Увидев, что Алекс тяжело дышит, волчонок, казалось, решил, что победил и забегал по двору. Алекс чувствовал себя беспомощным, но не сдавался, и начался третий выпуск. Алекс взял из дома мешок и положил в него волчонка, затем отвез его на мотоцикле в лес за пять километров и выпустил на волю. Он позволил ему уйти обратно в лес и больше не возвращаться, поэтому помахал рукой и поехал домой. Однако прошло совсем немного времени, прежде чем волчонок снова появился на пороге своего двора. У Алекса не было другого выбора, кроме как оставить его у себя. Однажды утром, когда Алекс зашёл во двор, он обнаружил, что все куры были мертвы, а клетка с цыплятами открыта. Он попросил отца проверить, что произошло. Волчонок уже давно жил у них дома, но никогда ничего подобного не происходило. Все цыплята были мертвы, но их не забрали, и они подумали, что, возможно, цыплят убивали не для еды. Они всё ещё были озадачены. В ту ночь ни Алекс, ни его отец не спали, но остались в доме, чтобы посмотреть, как умирают цыплята. После долгого ожидания, во второй половине ночи они услышали необычный шум со двора. Они тихо вышли из дома с длинными палками, которые приготовили заранее. Они подошли и выяснили, что это оказалась ласка. Они пытались поймать её, но ничего не получалось, и тут волчонок вышел из дома, он гордо поднял голову и завыл. Затем он бросился на неё. Волчонок быстро одержал победу, но снова был ранен. Алекс хорошо заботился о волчонке, и вскоре тот выздоровел, поэтому они решили, что пришло время отправить его домой в лес. На этот раз волчонок, казалось, понял добрые намерения Алекса, поэтому постепенно ушёл. Волчонок вернулся в лес, но Алексу было трудно забыть время, проведённое вместе. Два года спустя бизнес фермерского ресторана становился всё лучше и лучше, и люди часто хотели полакомиться мясом дикого кролика. Так что Алекс стал чаще ходить на охоту. Попрощавшись с отцом, Алекс отправился в лес. Внезапно позади него раздался звук ломающейся ветки, как только он повернул голову, большое дерево позади него упало прямо на него. Упавшее дерево придавило его ноги, и боль мгновенно распространилась по всему телу. Возможно, из-за ноющих ног или спешки, чтобы он не делал, всё было напрасно. Дерево всё ещё давило ему на ноги, не давая пошевелиться. Алекс хотел дождаться, пока кто-нибудь придёт и спасёт его, но считал это маловероятным. Он мог насмерть замёрзнуть или быть съеденным дикими животными. Алекс не мог пошевелиться, поэтому ему становилось все холоднее и отчаяннее. Он закрыл глаза и стал ждать смерти, но вскоре раздалось несколько волчьих завываний. Алекс подумал, что у него галлюцинации, но изо всех сил попытался открыть глаза, чтобы посмотреть на источник звука. Он увидел волка, стоявшего невдалеке, ему оставалось только снова закрыть глаза и ждать смерти. Долгое время не было слышно ни звука. Он просто почувствовал, что большое дерево, давившее ему на ноги, казалось, медленно сдвинулось с места. Он снова недоверчиво открыл глаза, в это время стая волков грызла ветки и тащила дерево, которое опиралось на его ноги. У него появился проблеск надежды, один из волков увидел, что он открыл глаза и подошёл к нему. Волк быстро встал рядом с Алексом и лизнул его в посиневшие от холода щёки, отчего Алекс почувствовал себя ещё более странно. Выражение лица волка было мягким, и он почувствовал, что глаза волка показались ему чем-то знакомым. Алекс вспомнил, что волчонок, которого он спас, тоже был выпущен на свободу в этом лесу. Алекс почувствовал некоторое облегчение, подумав об этом. Волк всё ещё облизывал его щёки и руки, отчего Алексу стало немного теплее. Казалось, что таким образом волк согревал его, в это время остальная стая всё ещё тащила дерево, которое давило ему на ноги. После долгой и кропотливой работы волки, наконец, оттащили большое дерево в сторону, и Алекс вздохнул с облегчением. Но волк увидел, что Алекс всё ещё не может пошевелиться и лежит на земле. Тогда он поднял голову и завыл, и все волки поблизости собрались вокруг. Они лежали рядом с ним, словно желая согреть его своими телами. Со временем Алексу стало теплее, и его руки двигались свободно. Он с трудом сел, проверил свои ноги и не обнаружил ничего серьёзного, просто всё онемело. Поэтому ему приходилось продолжать растирать ноги обеими руками. После некоторого растирания его ноги, наконец, пришли в сознание, и он едва мог стоять, что его очень обрадовало. Только тогда он оглянулся и понял, что волки ушли, оставив на снегу только свои следы. К тому времени, когда он добрался домой, уже стемнело. Его спасли волки, и он подумал, что это Божья награда для него. Он вылечил волчонка и выпустил его на волю, а тот спас ему жизнь. Добро всегда возвращается, и это присуще не только людям, но и животным тоже. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания. До свидания.